здравствуйте дорогие друзья мы находимся в нижгородском ботаническом саду это ботанический сад от нашего нижгородского университета имени лобачевского и сейчас у нас уже октябрь месяц вот достаточно холодная погода уже были заморозки и здесь очень многие растения пострадали а мы вам хотим рассказать о розах о розах с поздним цветением и о тех которые вообще не нужно укрывать вот в данном случае это розы из серии гротендорстов а это три расцветочки это красный гротендорст белый гротендорст и розовый гротендорст то есть если говорить правильно то этот например pink гротендорст а чем они характерны вот посмотрите такие соцветия у них достаточно крупные если еще и получше поухаживать да то есть мелкие цветки но собранные вот такие крупные соцветия выглядят они достаточно выразительно чем характерны сами цветочки это то что у них лепестки изрезаны точно так же как краешки у гвоздичек поэтому вот эти розочки гротендорст они называются еще гвоздичные розы очень милые создания вот если бы мы пришли чуть раньше они после заморозков то застали бы это в более таком презентабельном виде но в общем то знаете пожалуйста что это очень очень хорошие розочки эти розы нужно поддерживать только обрезкой и обрезку можно сделать достаточно сильные цветут они на побегах прошлого и на побегах текущего года и в укрытии у нас здесь нижгородской области совсем не нуждаются у нас морозы 38 и ниже все эти гортендорсты очень очень хорошо эти морозы перенесли еще также существует целый ряд роз на основе розы ругозы и вот очень многие ну как-то пренебрежительно к этим розам относятся что ну шиповник он и есть шиповник на самом деле это достаточно крупные розы достаточно красивые и махровые розы с очень приятным ароматом так что пожалуйста знайте о них и вот на фотографиях мы несколько вариантов вам покажем с подписями и вот эти розочки можно с успехом выращивать в саду и ценны то не тем что действительно зимуют совершенно без укрытия и при этом очень многие кусты совершенно шикарно и обильно цветут еще и повторное цветение демонстрируют что нужно таким розам обычный совершенно уход поливы подкормки могут обходиться и без этого ухода ну естественно тогда будут немножечко похоже выглядит а так это совершенно замечательные жирные ухоженные кусты при грамотном заботливом уходе и вот такие замечательные цветочки с необычными еще лепестками которые напоминают гвоздики еще из неукрывных очень выделяется здесь роза которая называется робуста вот она цветет абсолютно у всех с хорошим уходом с плохим уходом это такая роза которую очень часто называют неубиенные розу нью доун тоже она относится к плетистам она имеет светло розовые цветки почти белые очень хорошо приятно пахнет яблочек цветет она и на побегах текущего и прошлого года если вы неправильно за ней ухаживаете она у вас обмерзает она в этот же год выстреливает хороший сильный побег и цветет на этом побеге то есть есть такие розы у нас нижегородской области которые можно выращивать без укрытия ну а вот о таких гвоздичных розах знаете пожалуйста можно их найти где-то в интернет магазинах питомниках размножение здесь пока еще в большом масштабе не налажено но если вы поторопитесь то конечно можете успеть и ухватить такой саженец о том как лучше ухаживать за розами и вообще за другими растениями как строить какие-то декоративные композиции вы можете узнать если запишетесь на курсы садовников которые здесь организуются ежегодно и вы получаете в конце диплом государственного образца то есть вы получите очень квалифицированное обучение ну и корочки государственного образца вот такие замечательные растения у нас есть нижегородском ботаническом саду заходите на наш канал почаще и вы увидите еще много интересного